Доброе утро, мои хорошие! А у нас сегодня снег. Посмотрите, как волшебно всё замело. Наверное, большинство моих зрителей снегом не удивишь, но для нас это роскошь. Последний раз снег был, по-моему, два года назад. И все сразу бегут фоткаться, когда видят снег. Это реально волшебно, очень красиво. Сегодня 9 января, 10.26, и я поменяла свой фон. Это половина лимона. Вы знаете, что лимон означает миллион, а я хочу пол-лимона на своём бумажном канале. Если вы хотите мне в этом помочь, то обязательно подписывайтесь. Я решила поставить на обои, чтобы часто мне это всё дело напоминало, что надо рисовать бумажные сюрпризы. Решила сесть около окна. Здесь такой, знаете, волшебный вайп. Я не знаю, может, мы просто не привыкли к снегу, но снег это просто прекрасно. Я наношу тон, потихоньку крашусь, потому что мне сегодня надо обязательно снять мукбанг. Уже несколько дней не было мукбангов, и когда мои зрители видят, что на бумажном канале выходит видео, а мукбангов нету, это их злит. И я, с одной стороны, их понимаю. Когда я просто пропадаю, у людей не настолько это раздражает, как когда я начинаю снимать на второй канал, а сюда контента не снимаю. Я не знаю, всё зависит от моего вдохновения. Иногда мне хочется снимать мукбанги, я могу прям каждый день снимать мукбанги, а иногда даже несколько мукбангов в день. А иногда бывает, вот прям нет вдохновения, и хочется рисовать, сидеть. Вот тогда я просто сижу, рисую. Я обычно себя не заставляю снимать контент, потому что когда я себя заставляю, это прям видно, и контент получается не очень, вы это прям чувствуете. Поэтому я обычно стараюсь так не делать. Вчера ночью, кстати, добавила к своим пунктам, кто не знает, на Новый год я себе составила 14 пунктов, чего я хочу на 2023 год, то есть такие цели. Вчера я добавила ещё 6, и у меня получилось 20 пунктов того, чего я хочу. И вы знаете, как будто Бог видит это, вот как бы это ни звучало, но когда я ставлю перед собой цели, мне как будто кто-то помогает их достичь. Я хочу полмиллиона подписчиков, и это одна из целей на 2023 год. И вы знаете, после Нового года, буквально за 8 дней, на меня подписалось 20 тысяч человек. Это прям рекорд какой-то. Я искренне верю в то, что если мы действительно чего-то хотим, просим у Бога, что, пожалуйста, помоги мне это сделать, это реально получается. В моей жизни просто работает прям на 100%. Я реально верю в эту силу притяжения. Но, естественно, не то, что надо просто просить у Бога и лежать на диване, нет, конечно. Естественно, надо ещё что-то предпринимать, но если и предпринимать, и просить, это 100% получится. Вопрос только когда. И, в общем, у меня такие там пункты интересные. Как только закончится 2023 год, я обязательно вам сниму видос, где я всё это расскажу, покажу и так далее. Пока что не хочется раскрывать все карты. Я даже маме не показывала, кстати, свои цели, потому что, ну не знаю, просто решила никому не говорить. Что именно там, не скажу. Кстати, нам привезли под телевизор. Я просто была в шоке от того, что я увидела. Единственное, почему нам так не везёт с мебелью. Чуть позже вам покажу. Это, конечно же, есть. Во-первых, цвет не тот, который мы заказывали. Во-вторых, он выше. Не понимаю, какой смысл делать выше. Потому что, во-первых, он смотрится уже как комод. Он изначально должен быть пониже. И материала больше израсходовано. Зачем они так делают, я не знаю. Вообще, когда мы заказывали, это было перед Новым годом. В тот же день, когда мы купили телевизор, я решила сразу заказать под телевизор. Я им позвонила, там все свои параметры указала и так далее. И они мне сказали, что будет готово 10-го числа, потому что до 5-го они не работают. Я сказала, окей, 10-го норм. Нам тоже подходит, хорошо, подождём. Потом они нам позвонили 6-го числа и такие говорят, вы там заказывали комод. И мы такие, нет, мы комод не заказывали, мы заказывали под телевизор. И они такие, а, точно, под телевизор. И на следующий день звонят нам и говорят, ваш под телевизор готов, мы его можем привезти. Вот тогда мама сказала, что очень странно, Айка, что так быстро за один день они уже всё приготовили по нашим параметрам. В общем, я немного не поняла, как можно за один день всё это собрать. Ну, ладно, можно. Но почему они сделали не такого цвета? Ещё плюс ножка там кривая. В общем, так себе, конечно. А вот и наш под телевизор. Он реально очень высокий. Ещё плюс здесь какие-то вот пятна, я не знаю, вам видно или нет, но вот здесь какие-то странные пятна. Телевизор вроде как уместился, но он слишком высокий. Он не должен был быть таким высоким. И вот эта нижняя часть, она должна была быть чёрной, а она серая, причём явно серая. Ладно, была бы тёмно-серой. Я бы сказала, окей. В общем, когда они привезли, мы немножко с мамой были в шоке. Ещё вот эта ножка, она была кривая, еле-еле как-то исправили. И здесь вот ящики тоже как-то, знаете, не особо круто открываются, на самом деле. В общем, качество оставляет желать лучшего, почему-то в плане мебели нам всегда не везёт. И потом нам предложили заплатить 350 монат, а это 90% суммы. И они это оставят, и через неделю переделают и привезут другой под телевизор. Но мама сразу сказала, что ничего подобного, мы не собираемся платить ни копейки. И потом я поняла, почему мама так сказала. Скорее всего, если бы мы заплатили 90% суммы, а это 350 монат, они бы просто взяли, заблокировали нас и забыли бы про это. Поэтому мама сказала, что нам ваше добро не нужно. Если вы сомневаетесь, что мы можем потом вам дверь не открыть, пожалуйста, забирайте это. Когда привезёте тот товар, который мы заказывали, в тех параметрах, которые мы заказывали, только в таком случае вы получите деньги. Возвращаясь к вам спустя 4 дня, специально не доснимала это видео, потому что они обещали через 2-3 дня уже привезти. И привезли нам новый под телевизор. Действительно, то, что мы хотели, в том размере, в котором мы просили, всё просто идеально. И мы уже в этот раз заплатили. Насколько же важен цвет? Посмотрите, как круто смотрится чёрный. Здесь немножко я протирала, поэтому здесь влажно. Я вам показывала в инстаграме, но так как не все подписаны на мой инстаграм, решила показать и здесь. Вот так вот открывается. Мама уже положила свою косметичку. Смотрится очень круто. Мне всё нравится. Как вам? Пишите в комментариях. И всё. Я маме сказала, что всё с покупками закончено. Всё, что нужно для дома, мы купили. Знаю, что насчёт цены все будут спрашивать. Вообще, в стандарте он идёт 180 см, мы заказали 2,40 см. И нам обошлась эта красота в 380 монат. Мне кажется, отличная цена для такого классного под телевизором. Я очень рада, что мы не согласились на тот вариант, который привезли изначально. И всё-таки решили спорить и добились своего, потому что так смотрится намного круче. Я тут увидела эти наклейки, чисто случайно. И думаю, надо бы переделать маникюрчик и сделать ноготочки с этими вкусняшками. А то мне уже надоели мои ногти, они достаточно отросли. Наверное, форму я оставлю такую же, но цвет поменяю. И очень хочется использовать эти наклейки. Я один раз, кстати, Шейн заказывала подобные наклейки. И они вообще не переводились. То есть были какие-то бракованные. Хотя я умею это делать. У меня очень много таких наклеек было. И вот хочу испробовать эти. Особенно вот эти вкусняшки. Посмотрите, какие классные. У меня новая фреза. Кстати, перво она тоже купила себе новую фрезу. Но она купила ещё мощнее, чем у меня. Но мне, в принципе, и этой хватает. Мне она очень нравится. Такая прикольная голубенькая. Здесь 35 тысяч оборотов. Для меня это просто идеально. Даже больше и не надо. Предыдущая фреза мне служила ровно 8 лет. Если это тоже будет служить 8, то для меня это достаточно. Естественно, пылесос я, конечно же, не купила. Поэтому просто стелю вот это полотенчик. И сейчас буду делать коррекцию. И хочу, кстати, начать с правой руки. А то всегда начинаю с левой. А потом, когда делаю, доходит до правой. А её делать гораздо сложнее. Она у меня получается не очень. Поэтому в этот раз я хочу начать с этой ручки. И постараюсь всё это сделать максимально быстро. Вообще, как всегда, я планировала показать вам весь процесс коррекции. Как я выбираю цвет, клею наклейки и так далее. Но, к сожалению, на камере села зарядка в самый неподходящий момент. Поэтому ничего показать вам не удалось. Я настолько привыкла к своей влоговой камере, что просто не представляю, как на мою зеркалку можно снимать подобные вещи. Поэтому поставила на зарядку и просто делала себе коррекцию. Причём фрезой ужасной. Она забилась и пора покупать такую новую. А аппаратом я осталась очень довольна. Я считаю, что 35 тысяч оборотов это прям самый топ. Но, по крайней мере, для меня точно. Процесс снятия с обеих рук у меня занял 15 минут. Ну, в принципе, как и всегда, с прошлым аппаратом занимало столько же времени. И вот такой результат у меня получился спустя 2,5 часа. Мне всё нравится. Цвет достаточно капризный, нежный. Слайдеры тоже я испробовала. Всё отлично приклеилось. Они водные. Я их очень люблю. Чем обычные слайдеры, я больше люблю водные. А вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всем пока!